Вот и находился на палубе Нагльфара, огромного корабля, способного путешествовать между мирами. По совету Гейльса, ведьмак отправился в путешествие за солнечным камнем, артефактом, необходимым, чтобы завлечь Редина в ловушку. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Ух! Ну и ну. Дождь идёт. Возьми класс. Ух! Правду говорили, пицца. Ух! Эээ, опять дождь? Пусть это не домой, да? Детюма, да? Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары. Бывай. Гляни-ка сюда. Эй, ты! Эээ, опять дождь. Может, надо дождь? У тебя есть минутка? Конечно. После того, как ты оставила меня и я на острове Яблонь, что с тобой было? Я путешествовала. И всегда любила её вкус. И по-прежнему люблю. Так зачем же ты вернулась? Потому что я захлебнулась свободой. Когда всё возможно, то вдруг это становится не так соблазнительно. Каково это, путешествовать между мирами? Приятно. Это трудно? Сначала было трудно. А со временем стало настолько же легко, как ездить верхом. Готов поспорить, что многие чародей хотели бы этому научиться? Наверное, да. Но Авалак утверждает, что у них нет ни нужных знаний, ни навыков. Он сам учился этому 400 лет. И всё равно умеет только открывать существующие порталы и проходить через них. А я могу идти, где хочу и когда хочу. Как получается, что Иридин может тебя обнаружить? Когда я переношусь из мира в мир, то я вызываю что-то вроде волны, которую может почувствовать кто-то, кто этому обучен. Так, по крайней мере, это объясняет Авалак. И он тоже это может. То есть, на самом деле, ты не должна пользоваться своей силой? К счастью, эта волна возникает только при длительных переходах. Когда я переношусь на небольшие расстояния, помехи практически незаметны. Мне надо бежать. Ладно, потом поболтаем. Да, Геральд. Мы тут заглянули в твою лабораторию. Надеюсь, вы не перевернули там в Шевердном? Ты не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйлис только знают о возможностях Цири? Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дором. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Что с Маргаритой? Мне удалось ускорить процесс регенерации тканей. Она чувствует себя гораздо лучше. На самом деле, чем быстрее тут окажется Иридин, тем лучше. Совсем скоро эти твои чародейки передерутся друг с другом. Тогда мы используем солнечный камень. Почему ты считаешь, что Иридин не поймет, в чем дело? Не станет же он думать, что эльфы из белых кораблей внезапно по нему стосковались? Мы изменим сигнал, излучаемый солнечным камнем. Так что Иридин не распознает его происхождение. Это не единственный артефакт такой силы. Есть и другие? Замечательно. Зачем же в таком случае я бегал туда-сюда по всему Скеллиге? Найти солнечный камень было проще всего, поверь мне. Похоже, скоро Цири будет не нужна твоя помощь. Как и твоя. Верно. Она будет делать, что захочет, и я ее в этом поддержу. А ты? Ты готов дать ей жить собственной жизнью? Я ни к чему не стану ее принуждать, если ты об этом. Чудесный у вас Уайен Эйли Мир. Просто замечательный. Расскажи мне, как это у вас получается? Играете тут себе на флейтах, рисуете пейзажики с единорогами во время гона, строите резные башни с цветочками-завиточками. А потом убиваете нас, не моргнув глазом, без всяких угрызений совести. Как? Разве люди испытывают угрызения совести, когда убивают эльфов Айнсиды? Краснолюдов? Бриат? Мы такие же, как и вы. Потому что равно верим в то, что мы лучше других. Расскажи что-нибудь об этом карантине. Ты хорошо его знаешь? Знаю ли я его? Я его вывел. В смысле, вырастил? Нет, Геральт. Я начал заниматься его выведением задолго до того, как он родился. Веками я соединял в пары эльфов, которые проявляли определенные способности. Которые могли управлять временем и пространством. Результатом моих стараний стал карантин. Золотое дитя. Золотое дитя, которое выросло и стало убийцей. При первой встрече с Цири ты взял ее в плен. Теперь ты ее оберегаешь, сражаясь против своих. Неплохой поворот. Во-первых, я не брал ее в плен. Она сама меня нашла. Таково было ее предназначение. Ну конечно, лучше сразу переходи к во-вторых. Почему ты ей помогаешь? Потому что она опасна. Смертельно опасна. Ты видишь в ней человека, ученицу, может быть даже дочь. Я вижу старшую кровь. Силу, которая может уничтожить мир. Силу, которую любой ценой нужно держать подальше от опьяненного властью Эридина. Мы действуем из разных побуждений, признаю. Но у нас общая цель. И будет лучше, если ты будешь мне доверять. Хотя бы попробуешь. Мы нашли солнечный камень. Дар Гелвана Диллиан с белых кораблей. По легенде, она так его и не использовала. А Гелван умер от тоски. Мы не заставим Эридина ждать так долго. Похоже, мы сделали все, что могли. Помню только, когда мы начнем, дороги назад не будет. Я готов, можно отправляться на Ундвик. В таком случае, в путь. Вы займете позиции на шкалах. Здесь, здесь и... Большое спасибо. Мы знаем, как встать по кругу. Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Как это мило с вашей стороны. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн Эйли. А императорский флот отрежет его от моря. Затем седьмой пехотный полк Имлак пойдет на абордаж. Под командованием принца Лоратры. Ты поддержишь их. Ого. Эмгир не жалеет средств. Чтобы нам помочь, он остановил наступление на Скеллиге. Он делает это небескорыстно. Он делает это по тем же самым причинам, что и мы. Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Что ж, в этом ты, конечно, прав. Ну вот, пожалуйста. Я думала, хоть ты отнесешься ко мне серьезно. Я отношусь к тебе очень серьезно, и ты об этом знаешь. Ты не сумеешь победить Эридина. Халера, я и насчет себя-то не уверен. Так что держись от него подальше. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор. Куда ты? Гулять. Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. Характером она в отца. Я бы поспорил. Эмгир прагматик, а Цири идеалистка. Идеалистка? Ты о чем? Не важно. Время не ждет, если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий. Сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду лодок с солдатами. Я подожду лодок с солдатами. Или ты сразу пойдешь со мной? Пара эликсиров мне и правда не помешает. Иди, я скоро буду. Только не затягивай. Удак. Удак? Удак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...